Тяжелые учебники. Примерно у 2-3 учеников выявлено нарушение осанки, констатируют медики. А 10% школьников страдают от сколиоза. По мнению врачей, искривление позвоночника у детей болезнь 21 века. Одной из ее причин медики считают и непомерно тяжелые учебники, которые детям приходится носить ежедневно. В связи с этим депутаты Госдумы предлагают увести два комплекта учебников для дома и для школы. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Вести два комплекта учебников для школьников предлагают депутаты Госдумы. Соответствующей инициативой народные избранники обратились в Министерство образования и науки Российской Федерации. Предполагается, что одним комплектом учебников дети будут пользоваться дома, а другим в школе. По словам депутатов, это позволит избавить учеников от тяжелых портфелей, создающих нагрузку на позвоночник. По данным Минздрава, примерно у 70% детей наблюдается нарушение осанки. А у 10% сколиоз или боковое искривление позвоночника. При этом, по нормам Роспотребнадзора, портфель не должен весить свыше полутора килограммов для школьников первого и второго года обучения и четырех килограммов для учащихся старших классов. Однако на практике рюкзаки обычно оказываются гораздо тяжелее. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов пациентам, могут быть приравнены к сотрудникам полиции. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. По их мнению, нападения на медиков не от ложки должны квалифицироваться как насилие над представителями власти. Согласно законопроекту, агрессивные действия против врачей будут иметь особые последствия, как при нападении на полицейского или иного представителя власти. В случае, если поправки будут приняты, насилие, не опасное для жизни или угроза насилием в отношении врача скорой помощи, будут грозить тюремным сроком до пяти лет, а применение опасных для жизни действий до десяти лет заключения. Для этого в соответствующую статью Уголовного кодекса будут внесены дополнения. Общественный совет при МВД вышел с инициативой к Минздраву вернуть вытрезвители. Эксперты проанализировали, как нетрезвым гражданам в стране оказывают медпомощь и пришли к выводу, что нужно срочно создать специализированные центры, где этими людьми будут заниматься. За восстановление системы медицинских вытрезвителей выступает и министр здравоохранения России. Возложить миссию по доставке нетрезвых граждан в спецучреждения хотят на плечи представители скорой помощи или волонтеров. Напомним, учреждения в Российской Федерации были упразднены в 2011 году после принятия закона о полиции, который обязывает доставлять пьяных в больницы.